Доктор Дядя Миша Русский язык Правописание слов с разделительным твердым знаком Здравствуйте, друзья мои! Меня зовут Михаил Гаврилович Я был детским врачом, а сейчас на пенсии Читаю, гуляю с Алтаем Это мой пес, немецкая овчарка Алтай, голос! Ко мне в гости часто заходят Вера и Фома Мои соседи, брат и сестра Они школьники Вера в третьем классе, а Фома в восьмом Нам всегда есть о чем поговорить А бывает, мы с Фомой помогаем Вере разобраться с непонятными темами школьной программы О, думаю, это ребята Здравствуйте, Михаил Гаврилович Здравствуйте, дядя Миша и Алтайшка Еле дошли до вас Здравствуйте, ребята А что случилось? И почему вы все в снегу, как будто в сугробах валялись? Какой там в сугробах? Это мы падали Падали? Почему? Так, держите-ка щетку Счистите снег с курток Ага Ох, спасибо Понимаете, дорога во дворе плохо почищена А днем выпал снег и припорошил лед Мы его не заметили И как покатились Фома сначала удержался на ногах Но я упала и его сбила тоже Вот оно что Сильно ударились Надо вас осмотреть Я все-таки доктор Нет, спасибо, дядя Миша Все в порядке Хотя синяк на руке, наверное, будет И у меня на боку Но это ничего Там знаете, как люди падали? Мы потом увидели, что сломалась снегоуборочная машина Она неподалеку стояла Сколько народу из-за одной машины пострадало Ай, целая цепочка неприятностей Да, в жизни так бывает Многое зависит от малого Ну, пойдемте Я вас с горячим чаем напою Ох, как приятно горячего чайку попить Да еще с бубликами Дядя Миша А вот вы сказали Многое зависит от малого Это как? Я имел в виду, что в жизни Часто то, что происходит Результат чьей-то незаметной, но важной работы Ну или чего-то бездействия Как в вашем случае И в природе то же самое В природе? Ну, подточили жучки корень И засохло деревце Сами они маленькие, а вред от них большой А, ясно Или помните знаменитую фразу Казнить нельзя помиловать Ну да, казнить нельзя помиловать Или казнить нельзя помиловать Маленькая запятая От нее зависит жизнь человека Ох уж этот русский язык Вечно там от всяких мелких подробностей Все зависит Чувствую, у тебя тоже есть пример Еще какой? Разделительный твердый знак Вот уж кто незаметный Он даже не произносится И еще мягкий знак Такой же вредный Но почему же эти буквы вредные, Вера? Да потому что то они пишутся, то не пишутся Еще надо выучить, где и когда пишутся Но судя по веренному возмущению Тема ей пока не очень дается Это да Вот и чудесная доска тебе в помощь Погоди-ка А ты правила-то помнишь? Может вся проблема в этом? А вот и нет, Фомочка Правила я очень хорошо помню Давай проверим О, знаете, что я придумал? Я сейчас напишу слова с ошибками А Вера нам расскажет Почему так писать нельзя Отличная идея, Фома И мне тоже нравится Давай, пиши Ой, Фома Что ты пишешь? Смеяться потом будешь Давай, рассказывай Я специально буду делать твит, что не понимаю А ты мне объясняй Хорошо? Хорошо Ты написал слово вьюга с твердым знаком А надо с мягким А почему нельзя с твердым? Потому что разделительный твердый знак Пишется после приставки и перед корнем Ну и замечательно В приставка юг корень Фома, ты что? А что, разве нет приставки В и корня юг? Есть! Но чтобы найти корень Мы должны искать близкие по смыслу слова А какое отношение юг имеет к вьюге? Никакого Молодец, Вера Не удалось тебя провести Здесь действительно вьюг корень слова А в корне пишется разделительный мягкий знак Тогда тебе вот такой пример Ой, не могу Хорошо, что твоя учительница этого не видит Верочка, ну он же специально Я знаю Но все равно очень смешно В слове приехать Твердый знак После при И перед ехать Сможешь объяснить Почему он здесь не нужен? Да он же после приставки и перед корнем Все как полагается Но приставка Должна заканчиваться На согласную букву Вот в слове подъехать Твердый знак нужен А здесь и так все хорошо Это верно Ведь разделительный знак Потому и назван разделительным Что при произнесении Не дает звукам сливаться Приехать Мы в любом случае так произнесем А вот подъехать Без твердого знака Будет звучать как подехать Фома, мне понравилась твоя игра Давай еще неправильное слово Да пожалуйста Вот Под прыгнуть И после приставки под Опять твердый знак Ну ты же сказала, что он пишется после приставок Которые заканчиваются на согласную Приставка под вполне годится Да Но корень должен начинаться с гласных букв Е, Ё, Ю или Я Правильно А почему? Еще есть гласные У, И, О Чем они хуже? Они не хуже Но гласные буквы Е, Ё, Ю, Я Обозначают два звука каждое Е это звук И, И, Э Ё это И плюс О Ну и так далее И твердый знак как раз и показывает Что следом за ним идет такая непростая буква Он заставляет нас произносить два звука А ты молодец Может теперь сформулируешь правила? Конечно Разделительный твердый знак пишется после приставки Которая заканчивается на согласную букву И перед корнем Который начинается с букв Е, Ё, Ю или Я А мягкий разделительный знак Что-то мы про него забыли А мягкий знак пишется после согласной буквы И перед Е, Ё, Ю, Я Но только в корне Разве Фома, что ты пишешь? Воробьи с твердым знаком? Ну, что скажешь? Погоди-ка, дай подумать Тут не может быть твердого знака Ведь воробь это не приставка Так Да и никакого не может быть Ведь разделительные знаки Пишется перед буквами Воробьи Там же слышится звук И Вот именно И пишется, как видишь Не только в корне Сел Теперь убираю его Учение Ну вот, Верочка Это я как-то тоже забыла Конечно, за подъезд отвечают Самарянином Ты осторожненько Завтра расскажем Дядя Миша, да, Фома? Вместе с Верой И во-мой